Приверженность лечения По-другому комплантное поведение Это, по сути, комплексное поведение и реакции пациента В ответ на назначаемое лечение, на рекомендации лечащего врача И попытки их соблюдать или не соблюдать Вообще, как мы здесь уже можем заметить Поскольку начинает фигурировать доктор Наверное, большим важным фактором приверженности лечения Будет также коммуникация, о которой уже сегодня говорилось И если посмотреть на различные обзоры То мы можем заметить, что, например, выделяется Чаще всего приверженность лечению страдает у пациентов С опухой молочной железы Причем отмечается, что информирование является достаточно Такой важной частью формирования приверженности лечению Поскольку пациент, который не знает, для чего он пьет какие-то препараты Не знает, для чего ему нужно соблюдать определенный режим приема этих препаратов Будет нарушать такой режим Если, соответственно, сам не возьмет на себя ответственность И не встроит прием препаратов, например, в общую внутреннюю картину собственной болезни И если переходить непосредственно к факторам нарушения приверженности лечению То мы сразу можем говорить о том, что есть определенные социальные группы Которые могут иметь факторы риска снижения этой приверженности Выделяют женщин среди пациентов, которых может снижаться приверженность лечению И в связи с этим описываются факторы, такие как влияние препаратов на изменение внешнего вида Изменение образа жизни, формирование пролонгированных побочных явлений И недоинформированность Также выделяется такая группа пациентов, как взрослые подростки И здесь также ситуативно обусловлено влияние на приверженность лечению В связи с тем, что лечение может влиять на общую самооценку подростка На его отношения со сверстниками, предположим В связи с внешними или внутренними изменениями И на психическое здоровье Вообще влияние лечения на психическое здоровье является таким достаточно хорошим фактором Снижение приверженности, поскольку, например, на фоне гормональной терапии Пациенты, предположим, с опухолемолочной железы Отмечают у себя достаточно часто выраженные эмоциональные реакции Которые им как будто бы были до этого не свойственны По типу депрессивных реакций, эмоциональной лоббильности Со слов пациентов к неадекватному реагированию на невыраженные стимулы И не имея способов внутренних, способов совладания с подобными ситуациями К сожалению, пациенты могут самостоятельно отказываться от лечения Или менять, например, режим дозирования гормонального препарата Другой группой риска являются пожилые люди Обосновывается это когнитивными и сенсорными особенностями И большим разбросом коморбидных заболеваний таких пациентов Соответственно, пожилые люди на фоне когнитивного снижения Могут забывать о приеме препаратов То есть забывчивость – такой большой важный фактор среди пожилых людей Сенсорные нарушения в связи с особенностями сенсорными Пациенты могут недопонять, например, назначение И в связи с этим могут его неверно исполнять И вроде как это не относится к нарушению режима лечения Осознанного, по крайней мере, но так или иначе Поскольку сам режим лечения и приверженность рекомендациям нарушается Это относится к факторам нарушения приверженности лечению И продолжая говорить о факторах приверженности Можно посмотреть на обзор, в котором в целом Женский пол, возраст до 60 лет и высшее образование Выделялись как факторы, которые снижают приверженность лечению Но при этом здесь мы видим, что результаты незначимы В отличие от, предположим, большого количества побочных явлений Больше трех побочных реакций Это коморбидные заболевания И забывчивость все-таки так или иначе Являются значимыми факторами нарушения приверженности Это факторы, которые больше связаны с лечением Социально-демографическими особенностями Теперь поговорим о факторах, которые связаны с пациентами Убеждение и отношение к болезни Пациент может очень по-разному относиться к собственному заболеванию И, например, это во многом зависит от социального контекста Культурного контекста, в котором пациент находится И, в частности, мы можем предполагать, что у пациента из других стран Может быть, сформирован какой-то другой образ онкологического заболевания Нежели у пациентов из России При этом это семейная история Которая также формирует внутреннюю картину болезни пациента Если в семье есть онкологические больные Которые пережили онкологическое заболевание Находятся в стадии ремиссии Либо, наоборот, погибли Так или иначе, это будет формировать отношение к болезни И здесь же убежденность пациента в том Что это заболевание, которое можно лечить Или убежденность пациента в том Что на фоне лечения он будет ухудшаться Качество его жизни будет снижаться И в связи с этим лечение в представлении пациента Может только усугубить ситуацию В которой он уже пребывает И так далее То есть это все возможные варианты отношения к болезни пациента Сформированные за его жизнь С учетом всех социальных и эмоциональных факторов Которые мы можем у этого пациента обнаружить Сюда же будут относиться и возрастные особенности И особенности эмоционального реагирования Конечно, если мы встречаем более мнительного пациента Может быть уже с эпохондрическими реакциями До возникновения онкологического заболевания У нас есть риск, что такие его особенности Повлияют на приверженность лечению И он будет с подозрительностью относиться к многим Например, назначениям лечащего врача И здесь уже не вопрос коммуникации с пациентом Не вопрос его травматизации о диагноз А вопрос его личностных особенностей Которые предполагают, наверное, какой-то особый к нему подход Социально-экономические временные затраты Как факторы, связанные с снижением приверженности лечению Это про время и деньги, которые пациент тратит на лечение И они могут во многом обуславливать снижение приверженности лечению Потому что мы можем встречать пациентов, которые говорят Я лечусь уже так долго, и я все никак не излечусь Я то стабилизируюсь, то прогрессирую И мне все это так надоело, и столько я денег уже на это потратил Что в целом я больше не хочу соблюдать те рекомендации Которые мне дают доктора И следовать тем назначениям, которые есть И, собственно-то, вот этим могут пациенты руководствоваться Естественно, здесь это будет не единственный важный фактор К нему будет присоединяться истощение И общая эмоциональная усталость от происходящего И чувство безнадежности и так далее Но так или иначе выделяется как один из значимых факторов Другим важным фактором является социальная поддержка Поддержка со стороны близких, друзей И способность пациента самостоятельно себя поддерживать То есть самоподдержка В сложной ситуации онкологического лечения и заболевания Кроме того, мы знаем, что окружение онкологического больного Играет достаточно большую роль в формировании его отношения к болезни И к лечению Соответственно, если у нас пациент находится в окружении близких Которые убеждены в том, что традиционные методы лечения не помогают И убеждают его в том, что ему нужно попробовать что-то еще Естественно, мы будем наблюдать пациента, у которого снижена приверженность лечению Поскольку с большим недоверием он уже заранее относится к медицине традиционной С другой стороны, поддержка со стороны близких в достаточной мере Может помочь пациенту быть приверженным лечению Когда у пациента наблюдается достаточно большое количество Или выраженные побочные явления Которые ему тяжело переживать на фоне лечения В этом близкие эмоционально могут помочь Не успокаивая и обесценивая Говоря, что это все не важно Ну, выпали у тебя волосы Ну, кожа у тебя поменялась Ну, вес ты набрала Ну, какая разница Зато будешь живая Вот вылечишься и будешь живая Это, естественно, не работает, поскольку обесценивает переживания самого пациента Здесь работают другие формы поддержки Например, те же самые формы, которые легализуют переживания Да, ты, правда, имеешь право переживать Что ты вся совсем изменилась на фоне лечения Что столько побочных явлений, их, правда, тяжело переживать Ну, давай узнавать у доктора, какие есть варианты совладания с этими побочными явлениями Наверняка что-то можно сделать и так далее То есть поддержка, которая поддерживает, а не обесценивает И те самые факторы коммуникации, собственно, они уже были озвучены И я сильно на них тогда останавливаться не буду Для пациентов достаточно важен понятный лечебный маршрут То есть на первичном приеме пациент, знающий, по какому пути он пойдет Условно от какого доктора к какому, от какого этапа лечения к какому Демонстрирует большую приверженность Потому что понятность ситуации лечения Даже приблизительная понятность ситуации лечения Значительно снижает чувство неопределенности И формирует, естественно, доверие к врачу и процессу лечения Если пациент переходит от одного доктора к другому И ему неясно, что с ним происходит, почему процесс затягивается и так далее Он не способен задать вопросы, либо никто ему не объяснил По какой-то причине происходящее У пациента возникает ощущение брошенности Это, естественно, влияет на его ощущение приверженности лечению При этом здесь есть парадоксальность в том, что у него может нарастать Страх ухудшения своего состояния, нарастать страх смерти И при этом он может нам демонстрировать снижение приверженности И нарастание недоверия по отношению к лечащему врачу Тогда что будет делать такой пациент? Пытаться самостоятельно узнать, что с ним происходит Он будет читать в интернетах, узнавать у других пациентов Это может усугублять его реакции мнительности И в итоге мы наблюдаем уже пациента с выраженно сниженным комплаенсом И бесконечно важная история Это контакт врача и пациента Который во многом может сформировать ответственного пациента И, собственно, ответственного приверженного терапии пациента Переходя к вопросу о том, как важен контакт врача и пациента В целом можем затронуть тихонечко, совсем ненадолго Тема ятрогении и, в частности, психогенной ятрогении Поскольку иногда взаимодействия врача и пациента Могут приводить к тому, что приверженность снижается Исходя уже из взаимодействия в этой паре Если посмотреть на короткое исследование То вполне себе получается, что достаточно частыми причинами формирования ятрогении Или снижения приверженности, исходя из этого фактора Являются на этапе диагностики недоверие со стороны врача пациенту Это особенности маршрутизации, опять-таки, неясный план лечения или план диагностики Это особенности формулирования первичного диагноза То есть то самое сообщение плохих новостей, о котором говорилось ранее На этапе лечения это ощущение пренебрежения у пациента Со стороны лечащего врача, не ответы на вопросы Недостаток информации о том, что с ним происходит, как идет его лечение Или что ему назначено и так далее Это, опять же, сообщение любых плохих новостей на фоне лечения И плохой в целом контакт с врачом Это со слов пациента Формулировка со слов пациента плохой означает, что доктор не готов выстраивать коммуникацию Ни по поводу лечения, ни по поводу состояния Ни информировать о том, как справиться с побочными явлениями И не информировать по поводу дальнейшей госпитализации, анализов и так далее Соответственно, подобные ситуации могут приводить к тому, что пациенту ничего не остается, кроме как опираться на себя И в этой ситуации он становится сам для себя самой важной фигурой в процессе лечения Это такой перекос в сторону пациента И он уже, исходя из этого перекоса, может оспаривать назначение врача И говорить о том, что он там читал или видел, что это делается по-другому А почему вы это делаете так Может возникать ощущение недоверия в отношении слов врача Например, доктор чего-то недоговаривает, чтобы меня не огорчить, не обидеть Или он, может быть, сам чего-то не знает И параллельно с этим, за счет того, что пациент онкологически всегда тревожный Эта тревога должна куда-то деваться И она превращается в такую попытку сканировать собственное состояние Исходя из собственных же фантазий То есть фиксация на телесном дискомфорте и попытка описывать его Например, вот здесь вот у меня заболело Это означает, что в послеоперационном периоде у меня какие-то осложнения Я у доктора спрашиваю, он говорит, что так и должно быть Соответственно, все, что остается пациенту, это фантазировать И если мы посмотрим на то, в чем выражается ятригения в плане снижения приверженности То это, опять же, чаще всего гипердиагностика и желание гипердиагностики со стороны пациента Это те самые пациенты, которые ходят за вторым, третьим, четвертым мнением И которые с радостью идут обследоваться по первому же телесному дискомфорту На разного рода диагностические процедуры Либо это отказ от тех процедур, которые назначены и самоназначение И, опять же, большой процент недоверия по отношению уже не к конкретному, например, доктору, который их ведет А в целом к доктору как к фигуре И, подводя итог, хочется вновь говорить о том, что бесконечно важен контакт врача и пациента Что вот можно на слайде увидеть те факторы, которые будут приверженность повышать Те факторы, которые будут приверженность понижать Соответственно, информирование, об этом я в самом начале доклада говорила И, собственно, сегодня уже озвучивалось Это простой язык, доступный для пациента Я понимаю, что пациент с высшим образованием и пациент с образованием первых классов Это разные информирования Возможность для пациента получать информацию в ответ на собственную нехватку Есть ощущение у пациента, что ему недостает какой-то информации Но, наверное, для него это важно И если есть такая возможность, то хорошо бы ему это додать Иначе на этом месте появится фантазия Которая в дальнейшем, собственно, будет и снижать как раз-таки эту самую приверженность лечению Доступность для контакта Но, естественно, здесь должны быть границы Которые должны быть врачом разъяснены То есть когда, в какое время, в каком виде И что это за такой контакт Поскольку пациент в достаточной мере всегда готов Побыть в патерналистской позиции В этих отношениях Поскольку фигура тебя опекающая Это фигура, создающая для тебя безопасность И пациент будет к этому стремиться Возвращать его в партнерские отношения Наверное, не всегда будет для него безопасно Поэтому здесь нужны границы Эмоциональная открытость доктора Это возможность самостоятельно выражать собственные эмоции Возможность позволять пациенту их выражать Если их не удается называть, то хотя бы выражать Формировать у пациента уверенность в том, что он получит помощь По крайней мере, в том, что он получит ответы на свои вопросы По поводу лечения, заболеваний, дальнейшего образа жизни И участие в выборе лечения Естественно, достаточно важный фактор Потому что лечение получает пациент Собственно, это уже сегодня озвучивалось Я не хочу сильно много повторяться Поэтому спасибо за внимание У меня все Субтитры создавал DimaTorzok